Чешская нимфа, придуманная спортсменами из Чехии для ловли на неглубоких, быстрых участках воды, такой рыбы как хариус и форель. В Сибири такие приманки подойдут для ловли хариуса, сороги, ельца и окуня. Мушка несложна в исполнении и вяжется из недорогих материалов. Бодиглаз, мех кролика, черная леска, латунная головка и крючок. Вот и все, что нужно для успешной ловли. Смотрите видео урока Данилыча, как быстро и просто связать данную нимфу. Привет, друзья! Сегодня мы будем с вами вязать чешскую нимфу. Ту самую мушку, которую я снимал до этого в демо-ролике. И она вам очень сильно понравилась. То есть меня очень много людей написало, попросило Даня, пожалуйста, более подробно сними видео на эту приманку, как она выглядит, из каких материалов она делается. Ну, я не смог, конечно, вам отказать. Естественно, я эту мушку сейчас для вас вяжу. Вы посмотрите, из каких материалов она делается и как вяжется. Ну что, сразу от слов к делу. Первое, что нам нужно будет, это крючок размером номер 12. Ну, у меня стандартные крючки, на которых я, в общем-то, вижу мушки. В основном это 12 и 14 номера. Форма скат, граб, шримп, так называемая. Это вот корейский крючочек серии скут. Или скат их еще называют. Головочка 3,5 мм. Это латунь точеная. Вот. Вот так вот она выглядит. И нам понадобится монтажная нитка. В данном случае это будет у нас унитред 8.0 черного цвета. Вот такая вот черная ниточка. Начнем мы вязать мушку с подложки. То есть мы сейчас аккуратненько по цевью крючка проходимся в наши подложки. И доходим до загиба. Из лишних нитки, как всегда, обрезаем. На этих хвостик получился. У меня тоненькие ножнички. Ими удобно везде подлезть. И обрезать. Что дальше? Нам нужна будет черная тонкая леска. Диаметра примерно 0,12. Ну вот я швейном покупал. Это гаммовская нитка. Ну и еще мононить называют. Ну либо в рыболовном ищите черную леску. То есть эта леска у нас будет для сегментов. Так называемый рибинг. Сильно толстую не надо, потому что иначе это будет некрасиво. А что теперь? Нам теперь вот эту леску нужно аккуратно на цве закрепить. Я снова прохожу с ниткой вперед. И от головки аккуратными витками приматываю вот эту вот гаммовскую мононить черного цвета. Снова дохожу до загиба. Все. Как видите, закреплена. Сидит крепко. Все отлично. Дальше для вязания нашей мушки нам понадобится мех кролика. Крольчатинка. Они разного цвета бывают. Разных оттенков. У меня это прям такой диспенсер, в котором разные цвета. То есть, светло-коричневый, светло-серый, такой вот оранжевый цвет, кремовый цвет, желтый цвет. И вот здесь вам нужно поступить как художнику. Чтобы связать вот эту мушку, вам необходимо будет смешать в разных пропорциях несколько цветов. Чтобы получить градиентный переход от одного цвета к другому. Я вот сейчас беру для начала вот такой вот цвет. Называется он Light Olive, светло-оливковый. И это будет начало нашей мушки. Как и всегда, этот дабинг нужно будет аккуратными витками накрутить на нитку. Пододвигаем. Ой, аккуратно. Места мне не хватает для того, чтобы вязать и снимать. И теперь формируем здесь из этого дабинга попку и тельце нашей мушки. И стараемся делать так, чтобы у нас было похоже на веретено. Вот как видите, получилась вот такая вот начальная часть попка мушки. Нитку возвращаем обратно. И теперь нам нужно будет сделать второй сегмент. Второй сегмент нашего тела вяжется из вот такого дабинга. Hot Orange. Ярко-оранжевый. Но в цвете кролика, да, то есть в синтетике это будет горящий, да, прям цвет. А у кролика это будет такой несколько более тусклый цвет. Но тем не менее, он тоже будет яркий. Как видите, формируем здесь вторую часть сегмента. Угу. Получилось? Как видите, получилось. То есть оливковая часть, красная часть. Hot Orange. Ну, не красная, а оранжевая. И теперь крайнюю часть здесь нужно будет сделать темно-коричневая. То есть у нас будет с вами переход от одного цвета к другому. Теперь я беру дабинг вот такой вот темно-коричневый. И так же его аккуратно накручиваю на нитку, на монтажную. И здесь формирую. Как бы немножко назад нахожу. Ну, чтобы нам конус-то выдержать этой мушки. И вперед. Как видим, у нас получилось вот такое вот тело. От светло-оливкого к оранжевому, коричневому. Но что осталось? Осталось нам сделать с вами здесь крышу нашей мушки. Спинку, так называемую. И вот были догадки такие. Люди писали, что... Блин, Даня, у тебя там на спинке винил-риб. Нет, ребята. У меня был там не винил-риб. Но очень похоже. Вы были близки. Вот материал. Он так же. С одной стороны выпуклый. С другой стороны плоский. Если смотреть в разрезе. Вот видите, да? Но в отличие от винил-риба. Этот материал, смотрите, тянется. И он мягкий. И чем он хорош? Мы когда укладываем спинку из этого материала сверху, мы можем его продавить нашим риббингом. И получить четкие сегменты. Ну и к тому же этот материал сам по себе очень крепкий, очень податливый. А название его, этого материала... Материал называется Body Glass. Это чешский производитель. Фирма Hens выпускает этот материал. И вот этот Body Glass, он отлично подходит для того, чтобы как раз делать спинки. Ну не только, да? Спинки его и по телу можно мотать для ручейников. Но я вот его приспособил для спинок наших мушек. Смотрите, какой момент. Сейчас этот Body Glass нужно аккуратненько поставить здесь сверху. и немножко заправить вовнутрь нашей мушки. Видите? Прошло и закрепляется. Монтажкой там, чтобы никуда не убежал. Теперь из монтажки сделаем полуузелок, чтобы никто не уволок. И в сторонку. Как видите, получилась вот такая вот картина. Теперь наш Body Glass нужно будет по телу аккуратно перевести назад. А нашим риббингом сформировать те самые сегменты нашей мушки. Берем риббинг. Нашу черную леску. Body Glass можно чуть-чуть натянуть. Подтягиваем. И теперь формируем здесь аккуратные витки. И каждый вот прям виток можно и нужно прям протягивать, чтобы у нас сегменты эти прям проваливались немножко в мушку. Делаем шаг. И снова протягиваем. Опять шаг. Ну, как видите, получается вот такая вот крыша нашей мушки. Видите, да? Фиксируем риббинг монтажной нитью уголовки крючка. Аккуратненько риббинг обрезаем. И теперь, смотрите, берем аккуратно вот эту часть. Немножко оттянули. И прямо не боимся ножницами. И обрезали. Все. Если вы думаете, что у нас куда-то денется спинка. Нет, не денется. Наша леска черная. Она очень крепко закреплена. Она сама по себе крепкая. То есть спинка у нас не развалится. Останется такой. Ну что? Остался, так сказать, финиш на прямая. Да, осталось. Нам теперь необходимо сделать здесь торакс. Ну и по чешской, в общем-то, методике используется яркий даббинг. Называется он либо SLF Prism, либо Spectra Dabbing. Это такая голография. Дополнительный раздражитель. Аттрактор. Вот так он выглядит. Видите, да? Весь сияет яркий. Я беру небольшое количество этого даббинга на монтажную нитку. Также аккуратно его фиксирую. И здесь нам нужно будет сделать головогрудку из вот этого даббинга. Все. Головогрудка у нас получилась. Делаем финишный узелок. Так. И при помощи нашего узловяза теперь здесь делаем финишный узел. 3-4 оборота узловязом. Подтянули. И ниточку обязательно немножко подтянуть, протянуть, чтобы крепче было. Лишнее обрезали. Что это у нас там снизу болтается? Вот что касается ворсинок, да, вот этих. Они будут. Мы берем щеточку. И аккуратно вот эти ворсинки все. Немножко вниз. С одной стороны. С другой стороны. Раз. Чесать нужно будет. Вот смотрите. У нас с вами получилось. Вот такая вот чешская нимфа. Со спинкой из материала бодиглаз. Который прям светится. Горит. Нимфочка получилась трехцветная. Яркая, атрактивная, привлекательная для рыбы. Сейчас вот я еще супер макро сниму. Чтобы видно было вам хорошо. Вы поймете, что за нимфочка такая получилась у нас. Ну вот, обратите внимание, по этой же технологии можно вязать вот таких вот замечательных бармашей. То есть также используется спинка бодиглаз. Также риббинг укладывается по спинке сверху. Мушка выглядит в таком варианте просто великолепно. Ну что, друзья. Если видео понравилось, поставьте лайк под этим видео. До новых встреч. Пока-пока. Новый муж впереди. Счастливенько. Всего доброго. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...